Благодарение Богу, что Господь сегодня дал возможность для нас быть в доме молитвы. Вы знаете, я переживаю, волнуюсь, конечно. Вы знаете, полгода я не был здесь в служении, а сегодня Господь дал такую милость. Я вижу любовь Божью. Вы знаете, порой не понимаешь, но во всем я вижу руку Божью. Даже и что я сегодня здесь на этом месте, что могу участвовать в служении, это милость Божья. Потому что я просил у Господа, Господи, дай возможность, чтобы мне возблагодарить Тебя, потому что Ты достойен хвалы и достойен благодарения. И брат позвонил и сказал, что я участвовал в служении. И я понимаю, что Господь вот так повел, чтобы я сегодня был на этом месте и мог участвовать в служении, мог благодарить Его и свидетельствовать о Его милости, которую Он явил для меня и для каждого из нас, потому что мы сегодня на этом месте. Вы знаете, порой не ценишь тем, что имеешь, но благодарение Богу, что Господь, Он проводит разразные ситуации, чтобы мы могли ценить. Поэтому благодарение Господу. К молитве я буду читать книгу пророка Исаии, 40 глава. Слава Господу! Я сегодня хотел бы немножко, чтобы мы порассуждали над темой надежды на Господа. Вы знаете, много человек возлагает надежды, и бывает по-разному. У книги пророка Иеремии мы читаем, 17 глава, с 5 по 8 стих, такие слова. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как верст к пустыне, и не увидит, когда придет добрый и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной небитамой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упован не Господь, ибо он будет, как дерево, посаженный при потоках вод, при водах и пускающей корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Слава Богу! Вы знаете, как мы прочитали, здесь написано, что человек может надеяться на человека, человек может надеяться на себя. И, по-моему, у притча где-то написано о том, что от человека, который надеется на себя, написано, что глуп тот человек, который надеется на себя. И вот сегодня Господь, Он желает, чтобы мы нашу надежду возлагали на Господа. Я не буду много задерживать, немножко просто напомню, что в Евангелии от Марка мы читаем, когда к Христу подошел один человек, и он задал вопрос Христу, что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос ему ответил, продай, а сразу сказал Христос, что исполни заповеди. Он сказал, я от юности их исполнил. И написано, что Христу понравился этот человек. И вот он говорит, продай все, что имеешь, раздай нищим, возьми крест и следуй за Мною. И он отошел с печалью. И вы знаете, там Христос, я прочитаю, Христос сказал интересные слова. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 23-24 стих. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Ему, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Но благодаря мне Богу, что есть те, которые не надеются на богатство, не надеются на себя, не надеются на человека, но надеются на Господа. И вы знаете, в Слове Божьем очень много написано о тех людях, которые надеялись на Господа, которые возлагали свою надежду на Господа. И у посланника Крымулина, 8 глава, 24 стих, 25. Вы знаете, много написано в Слове Божьем о терпении, о том, что должны проходить мы. И в этом месте говорится о надежде, что надежда, должно быть терпение, потому что в Слове Божьем написано, что от терпения происходит опытность, от опытности надежда. И во втором послании к Коринфянам апостол Павел в первой главе, в первой главе, вторая Коринфянам первая глава, с 8 стиха, говорит такие слова. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилой, так что надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Слава Богу! Вы знаете, благодарение Господу, благодарение каждому из вас за те молитвы, которые вы совершали, я благодарю Бога, потому что, вы знаете, в этой ситуации я увидел руку Божью, я увидел, какая семья христианская большая, потому что Бог, Он любит каждого из нас и проводит нас разными ситуациями, и приходится нам проходить разные эти ситуации. И Давид, в 70-м псалме, он говорит тоже о надежде. Это 70-й псалм Давида. С первого стиха. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде твоей избавь меня и освободи меня, преклони ухо твое ко мне и спаси меня, будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты, Боже мой, избавь меня из руки нечестивой, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебя утверждался я от утробы, Ты извел меня из шева матери моей, Тебе хвала моя не предстанет. Не предстанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты, твердая моя надежда, да наполнится уста моих хвалой, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. И сегодня желание моего сердца, чтобы благодарить и славить Господа, потому что действительно Он достоин хвалы, Он достоин благодарения. И Давид он благодарил, и в 145-м псалме со 2-го стиха он говорил такие слова. «Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога Его». Благодарение Господу, что Господь через это слово Он говорит наши сердца, Он желает, чтобы мы возлагали свою надежду на Господа. И здесь Давид говорит, что блажен кому помощник Господь. И я сегодня могу это с уверенностью утверждать, что действительно счастливый я человек, что я знаю Господа. И я сегодня хотел бы еще за свидетельство, сказать свидетельство. Вы знаете, в августе месяце, в конце августа, я упал, на стройке был у дочери там в Кополе, и упал с высоты, упал с высоты, и сразу как-то, знаете, как-то, думаю, ну, болит, да и болит. Ну, не мог подняться сразу, там, взять, помог, встал. И, ну, наоборот, болит от того, что ударился туда. Ну, и, знаете, так сразу. Ну, потом сильно так стало болеть. Дядь завез в больницу, в больнице на снимок, сказали компрессионный перелом третьего позвонка. И сразу положили в больницу там, на следующий день повезли на УЗИ, а потом с УЗИ сразу на скорой помощи завезли в Слуцк на компьютерную томографию. И посмотрели там, и написали уже, что не компрессионный перелом, а взрывной осколочный перелом. То есть третий позвонок развалился на осколки. И когда привезли меня обратно к Кополе, сказали, а еще на УЗИ сказали, что гематома почки, вы не можете, вас нельзя транспортировать, надо недели две лежать. Ну, и вы знаете, две недели лежать на досках сверху чуфяк, и на спине не поворачиваться нельзя ничего. Я-то и не мог повернуться сам. Ну, нельзя, сказали, поворачиваться. И вот пришлось лежать, вы знаете, и на второй день позвонил брат и спрашивал меня, ну как? Я ему сказал это, говорю, всю ночь не спал, не могу спать, я на спине не привык спать, не могу не спать ничего, всю ночь не спал. Молился, просил Бога милости, потому что болело сильно. И он говорит, сегодня у нас домашняя группа, будем молиться. Вы знаете, ту ночь я спал, до утра спал, и вы знаете, никакой боли и сон был хороший. И я на следующий день, брат, позвонил, как ты? Говорю, слава Богу, спал. Говорит, помолились, молились сильно. Поэтому благодарение Богу, я благодарен Господу, что есть братья и сестры, которые молятся. И вы знаете, и когда вот слышал, и сердце просто радовалось, и хотелось благодарить Господа, что наш Бог, Он живой, Он любящий Бог. И в послании к Крымлянам в 8 главе написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, когда я так говорил, то одна из сестер говорит, какое же это благо? Ну я вам скажу, благо. Где-то в псалмах, я не помню, Давид, по-моему, говорит, что благо мне, что я пострадал. Вы знаете, благодарение Богу, что Господь через такие вот ситуации проводит, и ты понимаешь, что это благо для тебя. Конечно, я понимаю, что домашним тяжело было, и жене тяжело. Но вы знаете, я понимал, что Господь что-то делает в моем сердце. Господь желает, чтобы вера моя она укреплялась. И я благодарю Господа, что вот Господь вот так проводил. И как я вначале сказал, что вы знаете, я во всем видел руку Божью. Там пришло первое воскресенье сентябра, пастыр Скополя принес хлебопроломление. Помолились, прочитал слово. Я принял хлебопроломление, и сердце радовалось. И я благодарил Господа. Ну и прошло немного времени, заведующий разрешил уже, чтобы мне на бок можно поворачивать было. Уже проще было, когда на бок поворачивать. И вы знаете, сложность была в том, что кушать тоже лежа, и на грудь ставить тарелку и ел. Думаю, Господи, как велика любовь Твоя и милость Твоя, что я могу, руки мои действуют, ноги действуют. Хоть я не хожу, но все как бы работает. И через две недели завезли в Минск институт травматологии, и там сделали операцию. Сделали операцию, вы знаете, благодаря Богу и за врачей, которым Господь дает мудрость. Поэтому Господь явил милость, и сделали операцию. Но вы знаете, опять для меня, я скажу, я мало был в больнице, я много не знал, не понимал. Но опять для меня было, когда сделали операцию, врачи сказали, что очень слабые кости у вас. Мы вам поставили конструкцию, и поэтому, если вы не будете лежать, то ваша конструкция разломает кости. Поэтому, говорят, вам надо лежать. И я неделю еще лежал там, не вставал, а потом через неделю уже начали поднимать меня, и я начал по-новому учиться ходить. Вы знаете, для меня это было вообще, я не понимал этого всего, но благодарение Богу, что наш Бог, он живой Бог, и он показывает. И, вы знаете, научился ходить, и выписали меня домой, сказали, сразу хотели на реабилитацию отправить, потом посмотрели, сказали, кости слабые, чтобы не наделали там делу, поэтому езжайте домой. И приехал дома, лежал три месяца. Дали, вы знаете, они дали предписание, написали в больницу, я сюда привез поликлинику, написали, что мне шесть месяцев нельзя садиться и шесть месяцев носить корсет. Ну и, ну что, надо так делать. Ну, вы знаете, прошло три месяца, я уже на прием пошел к врачу, а сделал снимок. Они сказали, в три месяца сделать снимок и в полгода сделать снимок. Сделали снимок в три месяца и посмотрели на снимок, и вы знаете, заведующий, который смотрел, говорит, слава Богу, так хорошо срослось, слава Богу. И вы знаете, благодарение Богу, потому что и брат ко мне приходил, брат наш посещал меня, и он в курсе с этим, у него были вопросы с этими снимками, и он как бы в снимках понимал. И он смотрел, и смотрел на эти снимки и говорит, если они говорят, что у тебя такие кости слабые, то они не могли взрастись за это время. Но вы знаете, это слава Богу. Господь явил милость, и эти кости взрослись, и я позвонил в Минск, и они посмотрели этот снимок и сказали, можете присаживаться уже, можете дома корсет снимать, уже дома без корсета ходить. И слава Господу, благодарение Богу. И вы знаете, в начале декабря, когда еще благодарность братьям, которые транслируют служение, вы знаете, я упустил это. Постоянно я был в служении, так скажем, смотрел, и в Минске лежал, и дома все время в служении смотрел трансляции. Поэтому благодарение Господу. И вы знаете, в начале декабря смотрел трансляции в нашей церкви, и такая сильная молитва была. Я лежал, я не вставал, я лежал, брат мой приносил мне хлебопроломление каждый в начале месяца, и я лежа принимал хлебопроломление. Но в тот день, как-то, вы знаете, так вот Господь наполнил, что я на колени встал, и, вы знаете, молитва так долго, молитва была, наверное, может и полчаса молитва была. И я на коленях стоял, молился, просто Господь, присутствие Божье было, я чувствовал присутствие Божье. Господь так сильно посетил, и здесь в церкви, и я там почувствовал присутствие Божье. И, вы знаете, такая радость наполнила. И после служения, посмотрел служение, потом у брат привозит хлебопроломление, и опять я лежа принимал, а это уже стоя, и молились, и пели. И, вы знаете, такая радость была, наполняло сердце. Но, как, по-моему, Паральпоминон написано о языке, когда он сильно прилепился к Господу, когда он сильно стал делать Божье дело, совершил Пасху, и, вы знаете, и пришел, написано, Синахирин. Так пришлось и в моем ситуации. Вы знаете, я радовался все, а там на ночь сбился ритм. У меня никогда никаких проблем не было с сердцем, а тут получилась такая. Но я понимаю, что и в этом было испытание, как пройдено благодарение Богу, что Господь, Он любящий Бог, и Он заботится о нас. И, вы знаете, Бог так вот все устрояет, но как важно, чтобы надеяться на Господа, чтобы не полагаться на человека. Потому что много говорили и то, и другое, как сделать надо, но я только молился Господу, и я понимал, что все в руках Божьей. Если Господь допускал, Он силен и провести. Поэтому благодарение Господу. И потом, дальше уже, ну, когда я сказал, сделал снимок, когда разрешили уже ходить, уже намного проще стало. Уже я мог, знаете, и к столу сидеть мог, и кушать не лежа, а мог сидя. Поэтому уже намного проще стало и легче. Но, вы знаете, когда приходят испытания, то Господь и в этом проверяет. Я читаю, когда Господь пришел для языка, вот пришел пророк и сказал, что напиши завещание, потому что ты умрешь. И он отвернулся к стене и плакал. И Господь явил милость. И в ней пропоминал написано, что Господь явил милость и хотел проверить сердце этого человека. И, вы знаете, когда пришли послы, чтобы послушать, они слышали о том, что Господь явил милость. Господь дал знамение и продлил ему еще жизнь. И 15 лет дал жизни. И вот они пришли, чтобы послушать. Но, вы знаете, вместо того, чтобы воздать славу Господу, чтобы рассказать о том, какую Господь явил милость, он начал показывать свои кладовые. И сегодня Господь тревожит мое сердце, чтобы я воздал благодарность Господу, чтобы я не остался в стороне. И поэтому Господь так и устраивает, что и сегодня Он устроил, чтобы я был на этом месте. Чтобы я мог участвовать в этом служении, мог рассказать о той милости, которую явил Господь для меня. Вы знаете, я не хочу там какие-то подробности вдаваться, что что-то я знаю или умею. Но благодарение Богу я благодарю, что я знаю Господа. И Господь, Он провел меня через эту ситуацию. Да, я еще на больничном, еще болит эта спина, но я в этом уже не вижу никаких проблем, потому что есть возможность и желание быть в Доме Божьем. Есть возможность быть в служениях. И просто сердце радуется, что наш Бог, Он живой Бог. И Он Бог, отвечающий на молитвы. И сегодня в этом служении я желаю благодарить вас, братья и сестры, благодарить за ваши молитвы. Вы знаете, ни одна молитва не отвечена. Я понимаю, что по молитвам, потому что, как я сказал, я чувствовал присутствие Божье, потому что церковь молится. Церковь молится. И не только в Барановичах. И везде, много людей звонили откуда. И вы знаете, Господь, Он любит каждого из нас. И Он отвечает на молитвы, Он желает, чтобы эти молитвы были. И братья посещали, в Кополь приезжали братья посещали меня. Домой очень много братьев, сестер приходило. Вы знаете, я удивлялся, что просто молодежь приходила. Я, покуда не упал, я думал, что я еще молодой. Но как упал, я тогда понял, что я уже дедушка. И вы знаете, когда приходила молодежь, то я просто радовался, аж плакал. Просто мне, ну, что молодежь пришли посетить дедушку. Поэтому благодарение Богу, что у нашего Господа нет возраста, Он любит всех. И Он желает, чтобы мы славили Бога и благодарили Бога. И пришли как-то братья, и мы общались, а потом молились. И через брата было слово. И Господь говорит, тебе звонят, тебя посещают. И говорит, а я люблю тебя. Вы знаете, у меня слезы с глаз, что действительно Господь любит меня. Слава Богу, что Господь любит нас всех, что Господь нас сделал родными. И мое сердце просто радуется. И я желал бы вместе с вами воздать славу Богу. Я желал бы, чтобы мы вас благодарили. И чтобы у каждого из вас была надежда на Господа. Потому что Он никогда не подведет. Потому что Он любит нас, и Он заботится о нас. Давайте склоним наши колени и воздадим славу Господу. Аминь. А воочи, аллилуйя, асанна, хвала, хвала и благодарение Тебе, Господь мой, Бог мой. Ты достоин хвалы, Ты достоин благодарения. Как велика любовь Твоя, как велика милость Твоя, Господь мой, Бог мой. Дух Святой, благодарю, благодарю Тебе, что сегодня Ты тревожишь сердца, Господь. Слава Тебе, хвала, хвала и благодарность Тебе, что Ты на всем месте, Господь. Ты пришел сюда, чтобы дать радость сердца народа. Чтобы прикоснуться к каждому сердцу, Господь. И Ты сердцеведец, Ты видишь народ, Ты видишь каждое сердце. Ты знаешь, с каким сердцем кто-то пришел, Господь. Может, у кого-то есть переживание, волнение, Господь мой, Бог мой, но сегодня, Господь мой, Бог мой, я желаю свидетельствовать о Твоей любви, Господь, о Твоей силе, Господь мой, Бог мой, аллилуйя, слава Тебе, хвала, хвала и благодарность Тебе, Господь. Господи, благодарю, благодарю Тебе, что Ты живой, Бог, и Ты неизменен, Ты вчера, сегодня, вовеки тот же, Господь, и Ты совершаешь Свою работу среди народа. О, Господь мой, Бог мой, в это последнее время Ты желаешь взбодрить народ, Ты желаешь, Господь мой, Бог мой, чтобы каждый прославил Тебя, чтобы каждый ощущал Тебя, Твое прикосновение, Твое присутствие, Дух Святой. И Ты совершай, Ты совершай Свою работу, Господи, прикоснись к каждому сердцу, не оставь ни одно сердце равнодушным, Господь мой, Бог мой, ведь Ты любишь и Бог, и велика любовь Твоя, велика милость Твоя, Господь, и Ты дал мне пережить эту любовь Твою, Ты дал пережить милость Твою, аллилуйя, Санна, хвала, хвала и благодарность Тебе, Господь мой, Бог мой. И в этом собрании я желаю благодарить и славить Тебя, Господь, вместе с народом, Господи, вместе с этими молитвенниками, Господь. Мое сердце было переполнено благодарностью, Господь мой, Бог мой, благодарение Тебя, заслужителей этой церкви, Господь. Благодарю Тебя, Господь мой, Бог мой, что они посещали, Господь, приходили, Господь, и через них, Господь, Ты укреплял меня, Господь мой, Бог мой. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты провел меня, Господь, этим путем, Господь мой Бог, мой Господи, и дал силы, Господь, что минут у меня не было ропота в устах, Господь, это милость Твоя, Господь, слава Тебе, хвала, хвала и благодарение Тебе, Господь. И сегодня в этом служении, Господь, желание моего сердца воздать славу Тебе, Господь мой Бог, мой Дух Святой, и Ты руководи этим служением, Господь мой Бог, Ты бери в удел уста моих братьев и сестер, Господь, я благодарю Тебя за этот район, Господь, в котором проживаю, Господь, благодарю Тебя за брата-служителя, Господь, этого района, Господи, благодарю, благодарю Тебя, Господь, что Ты заботишься о каждом из нас, Господь. Как я благодарен Тебе за эту семью, Господи! Благодарю Тебя, Господь мой, Бог мой! Господи, Ты любишь и Бог! И помоги, Господь мой, Бог мой! И дальше, Господь, идти Твоим путем, чтобы не свернуть ни налево, ни направо, Господь! Укрепи каждое сердце, Господь! Дай эту жажду и желание, Господь, чтобы славить Тебя и благодарить Тебя, потому что Ты достоин хвалы, Ты достоин благодарения! Да будет имя Твое прославлено и возвеличено, вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь!